Продолжение следует... Продолжение следует... Доработанное ружье. Вход в магазин скруглен. Скруглен в верхней части, а также скруглен со стороны входа в магазин. Для чего это сделано? При зарядке ружья из пояса луату. Что может происходить на ружье, которое не будет зарядить? Патроны при подаче, особенно при поднятом лотке, это касается именно ситуации с поднятым лотком, могут упираться в толстую коробку и задерживаться или выпадать из лотки. Когда лоток опущен, вероятность этого значительно меньше, но тем не менее, возможно. Для того, чтобы не сбежать. В такой ситуации, стрелки при заряжении использованием лоту фактически доворачивают кисть руки для того, чтобы утапливать патроны в глубь коробки по входу в магазин. На доработанном ружье такая вероятность практически полностью исключена. Поднимаем лоток подачи патронов. Берем два патрона. Не особо аккуратно, не особо целясь, заряжаем. Повторюсь, не особо. То есть, достаточно, чтобы патрон коснулся края входа в магазин. Сейчас повторим это более кухонно. Еще раз. Кладем патроны, не особо удерживая их, подталкиваем внутрь. Повторяю. Даже если патрон под большим усилием утыкается в край коробки, скругленная форма позволяет просто положить чуть-чуть больше усилий, войти ему в угол. Поствольный магазин. Фактически дело это в лабораторных условиях. С такой ситуацией во время холощения заряжания можно и не столкнуться. Но, заряжаясь во время матча на перемещение между стрелковыми позициями, в движении, повторение ситуации, продемонстрировано на предыдущем ружье, весьма вероятное. Большая толщина цевья на бенеле Супернов в задней части, вот здесь, в этом месте, может стать причиной утыканий при зарядке методом ло-от-кват. Происходит это, повторю, происходит это вот таким вот примерно образом. Раз. Раз. И патрон потерян, руке остается один патрон. Конечно же, можно нахолостить аккуратную зарядку, вот таким вот образом. Но не исключено, что во время движения утыкание от цевьё, во время выполнения упражнения может сыграть с вами злую шутку. Поэтому, сейчас я возьму дремель и внесу коррективы в гений итальянских конструкторов-оружейников. Ружьё развяжено, разобрано, цевьё снято, начинаем обрабатывать. Ну вот, собственно говоря, работы по доводке цевья закончены, но приобрело удобоверимый вид. Сейчас вам это продемонстрирую. Вот так вот теперь выглядит цевьё. Вот. Эта выемка позволяет второй паре патронов уходить в сторону, но при этом пара не разбивается при заряжении первой пары. На удержании цевья это особо не сказалось. То есть цевьё удержится по-прежнему комфортно. Вот. И выемка не ощущается. Вот. Сейчас я продемонстрирую заряжание. Создравляемые стуки. Спасибо за внимание. Желаю вам без проблемных. До встречи. Создравляем. 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 Продолжение следует...